Братья-месяцы В этот период по одному из древних славянских календарей вспоминают Ярослава Мироустроителя. Платон да Роман кажут зиму нам. К ним обращались люди за помощью в крестьянских делах, перезимовать зиму, будущую осенью собрать хороший урожай. Уже давным-давно закончились работы в полях, садах и огородах, но дел по-прежнему было много. Всему народ занимался разными промыслами, приносящими доход. Так появились знаменитые хохлома, традиционными мотивами которой были спелые красные ягоды земляники и рябины, различные цветущие ветви. Реже мастера рисовали птиц и зверей. Дымковская игрушка, фигурки из обожженной глины, расписанные темперой с добавлением сусального золота. Ведь вещи нужны не только для прибытка, но и для глаза. Крестьяне на севере в зимнее время занимались резьбой по кости. Изготавливали гребни, шкатулки, ларцы, рукоятки ножей. Такая резьба получила название холмогорской. Одним из древнейших русских промыслов была резьба по дереву. Деревянные предметы сопровождали русского крестьянина на протяжении всей жизни. Младенцы клали в деревянную люльку, давали ему игрушку, вырезанную из дерева. На деревянной мебели сидели, спали, ели из деревянной посуды. Основным материалом была липа. Это очень мягкое дерево, которое легко гнется и полируется. В посуде из липы хорошо сохраняются продукты. Надо сказать, что все декоративные предметы, изготавлявшиеся на Руси, были призваны не столько радовать глаз, сколько защищать своего владельца от происков нечистой силы. Все рисунки и фигурки были символичными и выступали в качестве оберегов. Что касается нечисти, то на следующий день, в день Авдея родителя, хозяин дома должен был простучать все косяки и оконные рамы, для того, чтобы она не спряталась в доме, спасаясь от наступивших холодов. Топор, так же, как и другие острые железные предметы, коса, серп, нож, считался хорошим оберегом от происков нечисти. На западе России топор было принято класть под кровать роженицы, под люльку младенца, чтобы защитить их от порчи и злых духов. На севере пастух обходил с топором в руках стадо, защищая тем самым животных от происков злодней и клыков хищников. Иногда топор клали под лавку, на которой лежал покойник, чтобы защитить семью от происков мертвого духа. Верили, что злой дух водяной, который так и норовил утянуть человека в омут, испугается и отступится от своей жертвы, если тонущий человек скажет слово «топор». Чтобы остановить град, выходили на улицу и махали топором в воздухе, рассекая и прогоняя тем самым тучу. К Авдею люди обращались за помощью в хозяйственных делах. Считалось, что человек, рожденный на Авдея родителя, не только заботится о собственном доме, но и помогает другим в хозяйственных заботах. Что же касается примет на 1 декабря, то говорят, если в этот день ворона ходит по дороге, теплу. Каков день случится, такова и земница. Комар летает по комнате, к оттепели. Месяц в кругу, к погоде. Пать большая будет, то есть снега много будет. Снег, метели или отепель на дворе. А у нас, Иван, чай на столе, следы еще заготовленный. Попьем чайку, теплом-то здоровьем зарядимся. И за дело. Время-то не ждет. Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова